Добрый день! Меня зовут Шангараева Марина. Я художник, представляю Россию, в частности, город Екатеринбург. Свое творчество я называю эмоциональными знамена его. Это символические картины, которые приходят ко мне во сне. Действительно, я пишу картины, которые снятся мне. Ну, раз уж они ко мне приходят, я считаю нужным их воспроизвести. Я стараюсь писать достаточно простым языком, простыми формами. Больше мои картины напоминают символизм, но использую активный цвет. Хочу, чтобы картины были понятны каждому. Для меня важно то, что проживается внутренним взором. Возможно, мои внутренние состояния как раз таки формируют некие образы. Я хочу поделиться с вами двумя своими работами, которые для меня достаточно ценны. Я отвечаю в них на, наверное, интересующие меня вопросы. И, возможно, пытаюсь найти отклик в сердцах людей. Поделюсь с вами двумя своими работами. Надеюсь, они найдут отклик в ваших сердцах. Первая работа, с которой я хочу вас познакомить, называется «Мать и дитя». Это работа 2016 года. Выполнена она в технике масла на холсте. В ней я делюсь своим таким внутренним ощущением по данной близкой мне теме матери и дитя. Матери и ребенка, наверное. Мама — это для меня такая бесконечная, бескрайняя обитель приюта, естества, бескомпромиссного, бездомного, тепла, любви, доброты, света. Это такая пристань самой душевной гавани. Гавани спокойствия и гармонии в мире. И, по сути дела, кем бы человек ни был, в каком бы возрасте он ни пребывал и в каких бы состояниях ни находился, мама — это тот самый важный человек для каждого, рядом с которым ты истинно навсегда остаешься дитя, независимо от возраста, независимо от ситуации. За ее спиной всегда самые светлые и чистые небеса, потому что за ее душой самые чистые помыслы в отношении своего ребенка так точно. В ее глазах всегда любовь к своему дитя, не важно, сколько ему лет, а на душе всегда мир. Мир, который всегда обращен в сторону ребенка. Повторюсь, независимо от того, что бы не творил бы человек. Ладони ее всегда самые теплые и они всегда заботливо молятся, наверное, в любой момент, в любой период жизни, когда человек что-либо испытывает. Ее лик, он, в принципе, источает какое-то спокойствие, свет и то самое доброту души. И в моем понимании она вся золотом сияет, мама, ведь дарит она жизнь. Это самый, наверное, ценный, вообще бесценный подарок, бесценный дар. И принятие от матери – это всегда милосердие материнской любви. Будь ты хоть напуганным, хоть каким-то колючим человеком, неспокойным, мятежным, разгневанным, ну, как вот зверек. Все это меркнет у ее колен, под ее такую вуаль, успокойствие. Все это куда-то исчезает. По сути дела, вот когда мать и ребенок, и между ними есть некая связь, вот эта невидимая, наверное, я хочу этой работой сказать, что это и есть суть единого, мать и дитя. Это такая невидимая связь, которая присутствует на протяжении всей жизни. Вторая моя работа, продолжающая этот цикл, называется «Просить прощения». Она в продолжении идет первой работе. Эта работа более свежая, 2019 года, также выполнена маслом на холсте, в той же технике, символизма, в том же жанре. И в ней я раскрываю, наверное, важный вопрос, что значит просить прощения. На мой взгляд, это когда все, казалось бы, внутри человека болит, истязает, возможно, его. Все словно переворачивается внутри человека. Но дух внутренний, внутренний дух, внутренняя такая сила, она радуется за личность. Именно радуется. Я уверена, внутри каждого есть свой личный бог. Может быть, какой-то вселенский образ. Каждый его по-своему обрисовывает. Я ласково его называю «божок». И вот в таком образе он ко мне пришел однажды во сне. Посмотрите на него. Он радуется, он жмурится от удовольствия, поджимает ножки от удовольствия. Он как светящийся золотой комочек, действительно залитый золотом. И действительно светится. Он как комочек счастья. Он рад и счастлив. В этой работе я показываю пойманное такое мною мгновение, очень мимолетное, исцеление души. Я думаю, что в жизни важно просить прощения. Действительно, это так. Но еще многие забывают о том, что очень важно научиться после принимать собственную личную свободу. Смотрите, в его милых ручках символ бесконечности. Он так ко мне и пришел, в голубом таком сиянии. Наверное, этот символ не просто так. Такого рода счастье, оно действительно бесконечно. Мы понимаем, что данный образ человека стоит к нам спиной. Но мгновение, которое я поймала, это тот момент, когда, казалось бы, вот-вот сейчас он обернется к нам ликом. Я считаю, что бесконечную свободу дает вот это внутреннее прощение самого себя. Надеюсь, мои работы оставят какой-то след в ваших сердцах, возможно, будут вами поняты. Я буду очень рада. Благодарю за внимание.